здравствуйте друзья вас приветствую компания лям кузнецова дмитрий я рад вам представить герпес адольфович расправляется с одним очередной идиоткой как это федеральное агентство по сбору платежей финансовое агентство очень страшно звучит да представьте себе пенсионерка какая-нибудь услышав такое вот заявление как я всегда говорил и буду говорить побежит и отдаст последнее не включая голову так вот чтобы не быть в статусе пенсионерки давайте слушать уникать и конечно же поставьте лайк подписывайтесь на наш канал комментарии пишите кому нужна юридическая защита ссылочка на наш сайт есть в описании ролика на сайте есть видео как устроена работа кредитных юристов компания лям что мы для вас можем сделать но мы с вами слушаем наслаждаемся герпес адольфович собственной персоной да алё добрый день скажите ангелина могу о нет белуша она вышла на бараторию а в какое время удобнее перезвонить а кто вы скажите пожалуйста она мне собственно оставила рубачку меня зовут естафи естафи Наталья Владимировна финансовая агентство по сбору платежей наш переговор записывает просто в какое время можно перезвонить да она говорила что возможно будут звонить вот именно по этим вопросам меня зовут герпес адольфович вот я старший научный сотрудник а она спустилась в стильную лабораторию но это надолго душа моя это надолго поэтому оставила телефон сказала ну поручила мне собственно говоря фиксировать информацию алё хорошо хорошо скажите пожалуйста сегодня или завтра в какое время удобно смотрите я вам расскажу а вы уже сами там выводы делаете пометки ставьте необходимые а стильная лаборатория в нашем НИИ это ну так скажем не совсем благоприятное место пребывания для человека слушай извините я подозреваю что вы к научным экспериментам мало отношений имеете но я буду максимально корректным с точки зрения понимания итак стильная лаборатория это когда человек издевается до нога и облачается в скафандр ну не скафандр хорошо химкомплект такой желтого цвета и спускается туда для проведения всевозможных экспериментов это надолго как минимум ну нужно разрешено раз в месяц максимум но она делуша наша дорогая она преданной науке человек она позволяет себе два-три раза в месяц вот спускаться она уже скажем так ничего кроме науки и не видит и не слышит вот и потом адаптационный период где-то в бараками и он ну может быть дня три или четыре и далее работа с психологами но она должна будет в себя прийти вспомнить все там очень серьезного облучение стильная лаборатория облучения там невинные гады всевозможные ну она вы знаете да она говорила что вы в курсе она уже вам сообщала что у нее сейчас вот этап научных экспериментов вот а уж сами выводы делаете как ваше имя отчество я забыл я упустил к сожалению простите заочно алло наталья владимировна как нашего руководителя как нашего руководителя завтра мы с ней сможем связаться ой я же вам объяснил то есть завтра точно нет ближайшие ну вот еще давайте если вы не услышали может быть вы там другими делами заняты либо вы действительно недопонимаете я все хорошо поняла нет я все хорошо а я же вам говорил раз вы говорите все хорошо поняли я же вам сказал реабилитационный период простите потом работа с психологом восстановление вот вы передайте завтра мы ждем от нее звонка запишите номер я не рекомендую если она ей позвонит то вы а я рекомендую она а не просто я вам вою я из добрых побуждений а если она будет звонить она будет говорить так и будет вас называть всякими словами нехорошими типа громадеки и все такое а вы смотрели тайна третьей планеты мультфильм детский там грамма зека такой есть такой забавный персонаж у него вместо глазок карандаши а нос похож такой знаете на картошку и вот она примерно в таком состоянии будет представляете вы номер телефона запишите какой давайте пишите диктуйте 8 800 ага 8 800 775 575 775 2 7 и 5 575 775 ага нет что нет диктую по цифрам диктую по цифрам так 8 800 7 подождите 8 800 дальше 7 писал эти цифры да еще раз 7 5 17 30 а было 5 7 17 это зачеркнуть? это вы услышали неправильно так это значит зачеркнуть 5 7 17 30 да? угу дальше дальше получилось 8 800 775 17 30 так вы сказали 17 30 зачеркнуть надо это вы сказали ну а вы сказали да а вы сказали да я вас спросил вы сказали да а какой то телефон каялы получился 8 800 и еще 4 цифры непонятно давайте еще разок давайте еще разок а то я она 8 800 а дальше у меня только черкотня такая черкаю черкаю то вы говорите зачеркнуть то не надо зачеркнуть давайте еще раз 8 800 так 775 7 7 7 5 правильно 700 что надо в 17 30 позвонить нет вы телефон до конца поддиктуйте алё я не записывала а 17 30 это что вы ей на звонка или что это нет нет это цифра телефона 17 30 что за телефон это добавочник какой то 17 30 8 800 775 еще один что ли телефон надо записать алё что там у вас такое ощущение что вы сами в лаборатории под облучением находитесь вы что не можете собраться с мыслями и нормально мне сообщите на конструктивные на конструктивный диалог да 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 ну совершенно верно чуть позже перезвоним и ангелину дмитриевну пригласите на этот момент ой я вам не рекомендую я вам говорю это очень важно агентство по сбору может дать важную если вы телефон не можете продиктовать корректно какая может быть ой давайте говорить бе 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 ля 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 говоришь на меня переводишь на себя и и и и